Самарцы могут принять участие в выборе мест общения и генерации идей для молодежи, сообщает телеграм-канал администрации города Вести с Дворянской. Из тысячи пространств путем онлайн-голосования будут отобраны 600 площадок, после чего начнется этап экспертной оценки для формирования списка 300 лучших. Голосование проходит до 2 апреля на сайте точки протяжения РФ. От Самарской области в конкурсе участвуют Центр молодежных инициатив «Стрелка Холл» и региональный центр «Мой бизнес», которые располагаются в Самаре, многофункциональный молодежный центр «Шанс» в Тольятти и Дом молодежных объединений «Альянс молодых», который находится в Кенеле. В Самаре увеличили количество автобусов, которые обслуживают Красноглинский район. Транспорт добавили на маршруты номер 51 и 78, сообщает телеграм-канал Департамента транспорта. С 21 марта в утренние часы пик будет курсировать два рейса с улицы Батайской на маршруте 51, также по просьбам пассажиров добавлены рейсы на маршруте номер 78 для сокращения интервалов днем. По всем вопросам в части работы общественного транспорта можно обращаться по телефону 207-70-11. 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В преддверии этого праздника в Центре детского творчества «Металлург» состоялся литературный конкурс «Поэтический поединок». Он направлен на повышение интереса к чтению и расширение читательского кругозора активной молодежи района. Конкурс проходил в два этапа. Во время завершающего этапа были сформированы четыре команды, которые рассказали о жизни поэтов Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Анна Ахматовой, Марина Цветаевой, а затем прочитали стихи и фрагменты из поэм. Победители и призеров наградили грамотами и памятными призами, сообщает телеграм-канал администрации Кировского района Самары.